В Беларуси стартовала отправка призывников на срочную войную службу. Всего на укомплектование вооруженных сил других войск и воинских формирований в октябре-ноябре планируется направить около 10 тысяч человек. Около 58 тысяч молодых людей подлежат вызову на призывные комиссии осенью текущего года. Отмечается церемония принятия присяги состоится 23 ноября. В Бобруйске продолжается иммунизация против гриппа. Вакцинироваться можно, не покидая рабочего места, благодаря передвижному прививочному пункту. Сотрудники поликлиник проводят обязательный осмотр. Особенно важно сделать прививку беременным лицам старше 65-ти, страдающим хроническими заболеваниями и тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. Работы по возведению хирургического корпуса больницы имени Марзоны идут ежедневно. Здание рассчитано на 288 койко-мест. На новых площадях после ввода в эксплуатацию появятся новые аппараты КТ и МРТ. Будет закуплено современное медицинское оборудование. Все это первая необходимость для качественной помощи. Филиал Бобруйские тепловые сети сообщает 29 октября для выявления несанкционированных утечек из трубопроводов теплотрасс, определения плотности подогревателей горячего водоснабжения, в воду будет добавлен краситель-порошок. Принцип обнаружения заключается в визуальном нахождении жидкости, окрашенной в пурпурно-зеленый цвет. По данным Белорусского Института стратегических исследований почти 90% белорусов определяет семью главной ценностью. В ТОП-5 также вошли здоровье. Его выбирают около 87% респондентов. Закрыл тройку лидеров пункт «Материально обеспеченная жизнь», который важен для 54% опрошенных. Также анкетирование преимущественно среди молодежи показало эталон семьи традиционное, где есть отец, мать и двое детей. Участниками стали 1500 человек в возрасте от 18 лет.